всем привет итак недавние выходные в екатеринбурге точнее сказать не совсем выходные с 12 по 14 января в екатеринбурге пошел мемориал щербина турнир памяти дмитрия сергеевича щермина вот и я пообещал небольшой отчет качестве именно отчета подо мной меняются слайд-шоу вы видите фотки с этого турнира ну показать если я все партии буду показывать вам которые даже смог восстановить вы будете вряд ли рада вот с тем кто сейчас подо мной партию из последнего тура я конечно покажу я ее обещал показать итак последнем туре в тур на турнире быстрые шахматы с контролем 15 плюс 10 я играл с гроссмейстером александром шимановым сильным шахматистом можно словом сейчас рядышком то играет белый можно сказать что лицом левитов чес и обоим обоим нужно было только победа я стартовал как вы знаете не очень но плакать я не буду кто хочет чтобы послушать как я плачу заходите на любой титульный вторник можете даже на последний перевернуть доску все-таки я играл черными и поэтому черные мне кажется логично чтобы были внизу b3 но основной ход на b3 здесь е5 александр морозевич как-то писал что когда он видит вот b3 его сразу подмывает сыграть опять я сдержал в себе оба порыва и с и пошел здесь коне в 6 переводя по большому счету в староиндийскую защиту позицию конечно у белых есть вот не 4 со странной защитой у финцева со слоном на b2 или если я пойду слон же 7 он сыграет е5 защита олехина со слоном на b2 но последовало кони в 3 и после слон же 2 до 6 я решил что нужно проводить е5 ответ до 4 приводит нас староиндийскую защиту когда-то в пандемию у меня проходила серия тренингов по староиндийской защите и вот в частности поэтому варианту тоже но там я рекомендовал играть что-то типа c6 или c5 сейчас даже уже и вспомнить не могу а за доской непосредственно после турнира вы по после тренингов по старушке с моим другом из челябинской евгением красильниковым мы немножко смотрели вот именно эту позицию и я обнаружил вот такой забавный ход b5 в чем его идея но идея в том что если белая сразу нападут на ладью то черные не ходят d5 они бьют да и потом играют c6 и этот слон попался то есть черные его и лошадкой могут отнять причем конь может пойти с разных полей за этим слоном при случае ферзь может за ним отправиться там через b6 на а7 или b8 там в зависимости вот ситуации позиции возникают интересные вот ну вряд ли кому-то захочется их проверять белыми мне кажется черными интересны александр сыграл здесь конь fd2 на мой взгляд это потеря двух темпов но ход c6 все равно черным достаточно полезен хотя с другой стороны может быть и не потеря в планах черных слон b7 конь d7 и где-то c5 ходом b7 b5 черные обеспечили себе комфортную игру на ферзьевом фланге в этом случае вот тут меня вынудили сыграть c6 и здесь я если честно все уже забыла чем мы с евгением беседовали решил просто развиваться слон b7 b4 у коня по 8 по идее ему место на 6 чтобы если белые будут подрывать а3 и бить а б что коль стал на b4 вот но я решил поставить на d7 потом немножко жалел в целом поле д7 она может пригодиться и для нашего королевского коня вот ферзь c2 но опять же не понимаю что делать решил сыграть опять пешку b4 все равно придется защищать плюс белые должны считаться сходом а4 почему я не играют c5 мне не нравилось что белые могут пойти d5 и в случае е6 вот так разменяться и потом у черных вот эти пешечки е6 d6 мне казалось что они могут оказаться такими висячими то есть слон может нападать с h3 ладья с d1 то есть так удовольствие то есть c5 в планы входит но не сейчас и так опять а3 прежде чем пойти c5 я играю е6 ухода е6 есть серьезный минус вот если бы он прямо здесь сыграл c5 я если честно не знаю как бы я реагировал движок посмеивается говорит что надо просто брать брать играть ферзь е7 ладья c1 и делать здесь еще какой-то аккуратный ход не помню может быть е5 просто да и говорит что у черных все в порядке но мне как бы эта позиция кажется достаточно опасной ну с другой стороны опасные позиции боятся когда играешь старый диску это выглядит немножко странно да александр сыграл е4 после c5 у него выбор перейти в целяночку то есть сохранить пешку d4 на месте или ну взятие на c5 это я наверное съем на е4 и на c5 ну а вот условно конь d2 cd конь бьет d4 на доске у нас типичная позиция сицилианской защиты сейчас конь черный выйдет на c5 будет давить на все кстати может быть конь c5 надо начать вместо ферзь b6 да давайте сейчас секундочку переписать надо нажать конь c5 потом ферзь b6 до пешки d6 добраться нелегко при случае пешкой е6 готова кстати встать на е5 на поле d5 белым тоже попадать нечем пешкой е5 ограничить слона b2 это кстати важный момент потому что в ответ на d5 движок говорит что сильнейший ход несомненно еды и вот эта позиция оценивается им как примерно равная но обоим нужна победа и мне тоже и я решил сыграть е5 ограничивая слона b2 опасности конечно здесь подстерегают черных очень серьезные потому что ходом е5 я конечно своего слона g7 убил а вот и дальнейшее зависит от того что у нас будет со слоном b2 то есть если белые сумеют провести f4 этот слон разбуянится то черным просто плохо если черные неудачно проведут и в 5 и допустим дальше сыграют как-нибудь и в 4 то белопольный слон белок придет на е6 и черных растопчет то есть после партии я с удовольствием посмотрел комментарии вова михайловского и станислава худякова ну они здесь предлагали очень много абсурдных продолжений за меня в этой партии не не именно в этой позиции значит александр сыграл логично он ведет коня на d3 для того чтобы провести f4 я в свою очередь и обязан проводить f5 потому что иначе но другой игры у черных просто нет ферзь е2 что провести f5 надо играть ферзь е8 пока что я хода f4 не опасаюсь то есть там последует размен f5 и как-то мы ухудшим пешечную структуру белых f5 и вот здесь он решил взять на b4 по моему движок это продолжение осуждал но по-человечески понятно что ладья готова заползти куда-то на а7 на 6 и по-человечески размер на b4 выглядит вполне логично и действительно здесь позиция белок пока не хуже но с другой стороны и черным особо жаловаться не на что то есть для начала самая плохая фигура слон бежит на c8 а на ладья а1 я решил что слона g7 тоже пора оживлять да вот я помню комментаторы предлагали копить и потом f4 там после слона h3 черным сразу становится очень плохо потому что и слон g7 не работает и белопольный слон у черных на месте стоит и слон белых попадает на е6 и в общем все понятно да слон h3 ну и этот ход просто на мой взгляд является сивком пешки которую я взял здесь совершенно невероятные очень красивые варианты рисует сток фишку он бьет b4 так александр не сыграл ну реально чтобы вот так пойти нужно быть нужно быть компом ферзь бьет b4 да и вот здесь черные тоже должны ну на кольце 5 последует слон бьет е5 шах черные здесь неожиданно не защищают слона то есть концы 5 слон бьет е5 там черным просто плохо вы посмотрите на зверя на е6 вот и на ослика на басе и пешки bc и d готовы отправиться в ферзи а пешку f2 белый ферзем с c5 отлично за еще но стук рисует смешной ход ферзь е7 и говорит что вот эта позиция равна ну черные хотят поставить вечный шахтер сбьет f2 ферзь f3 плюс они не зевнули пешку е5 плюс конь c5 ну то есть равная неравная а по моему здесь если кто-то и рискует то больше белые чем черные мне кажется я могу взять на b2 и владея не может отправиться на а7 потому что ферзь b1 ферзь f1 мат вот удалось бы мне поднять там несколько единственных ходов я не знаю вот но александр сыграл хуже он увел коня на е1 и здесь я был уже абсолютно спокоен я прикрыл поле е6 больше 7 готов при случае отправиться на d4 его удаление будет связано с получением мощной проходной пешки у черных ну а пешку е4 я вообще не хочу отдавать белое впрочем решили ее забрать позиции у белых здесь уже хуже прилично хуже во многом потому что слон b2 в игру не вошел а у черных слон c8 напротив он полностью в игре и вот этот момент является скорее всего критическим у белых висит пешка f2 здесь александр достаточно долго думал да вот он снова его фотография подо мной находится он долго думал и вместо сильнейшего хода f3 f3 ход просто обязательным он сыграл ферзь е2 дав черным несколько темпов для развития инициативы слон g4 ход который просто делается обычно рукой брать слона белое понятно что не могут из-за матов два хода друзья надо уводить на d2 но слону на g4 то особо делать нечего поэтому его место наш три конь прикован к полю е1 потому что стоит ему оттуда уйти и ферзь попадает на f3 конь отправляется на d4 и белым ясно что становится очень плохо у белых кстати вот ключевая проблема это слабая пешка b3 до нее черным как ни странно добраться проще чем белым до пешки d6 так ладья a6 напали на d6 ну мы естественно защищаем заодно ведем коня куда хотели f3 здесь я не заметил сильнейший ход конечно легко быть движком который видит такие ходы как е4 ему все равно что вскрывается диагональ что где-то можно показаться батарея или там вообще любой шаг черным со стороны белок и черный мат я ход е4 увидел но только позднее я сначала согнал ладью и здесь нашел е4 понятно что позиция белых уже плохая брать на е4 нельзя там конь d4 грозит мат на f1 плюс ферзь готов к этому матованию подключиться то есть белая просто ничего не успевают он сыграл f4 ладья е8 черным все равно придется ходить е3 я решил что надо поставить ладью на е8 сейчас вот ретроспективно после всего что произошло знаю что произошло в партии я понимаю что ладья а8 все таки было чуточку интереснее разменять эту ладью но ну что сделано то сделано или ткнуть е3 сначала а потом сыграть ладья а8 слона 1 е3 и ладья а8 здесь белые должны были конечно играть ферзь b1 движок рисует черным какие-то страшные совершенно невероятные плюсы что-то типа плюс 5 но уверенности в том что я был бы здесь точен в реализации у меня до сих пор нет но мне повезло то есть здесь разменялись висит слон все еще белые могли ходом ферзь b1 оказать упорное сопротивление но вообще по саше было видно что ему не нравилась позиция где-то уже ходов наверное 20 и в общем он подустал играть просто ход слоны в 6 позволяет разменять ферзей виду страшной угрозы ферзи в 2 шах а после размена ферзей мы видим слабую пешку б3 и хотим кажется что вот слон на х3 ограничил очень серьезно белого короля я нахожу слону другое применение слон же 4 на всякий случай выгнал слона и захожу за пешкой б3 то есть коню приходится встать на 1 здесь конечно сразу же выигрывал ход едва я подход видел едва и потом конь е3 ну думаю куда спешить у белых нет ни одного хода вообще h5 король е1 е2 предложить за белый ход очень сложно потому что на слон c1 последует конь d4 с неизбежным конь f3 конь запотован пешка аж не ходит но я ее съем потом вернусь к нём обратно отправлю коня на е3 только у белок не будет одной пешки на королевском фланге вот последовало король f2 ну конечно конь е3 угрожает конь g2 то есть надо срочно вести слона на d2 шах и конь бьет h2 белая беззащитный перед угрозой конь f3 шах то есть на слон d2 на король f2 на любой ход последует конь f3 у черных лишний ферз тут александр сдался в общем и вот так закончилась эта партия то есть в итоге которой мне удалось поделить второе двенадцатое место но благодаря успешному старту миссия в первом туре 12 то есть мне после того как я узнал что делю второе двенадцатое сразу в голову пришла песня владимира семёныча высоцкого я снова планку сбил на 2 на 2 12 да и тренер мне сказал на прямоту ну и так далее вот в целом турнир был организован просто здорово и блицы быстрые помещение великолепное бригада которая работала по судейству по инвентарю работала исключительно четко и незаметно то есть главное качество хороших судей это их незаметность но и матвею дмитриевичу огромнейший респект то есть сумел организовать мероприятие просто но лучше я по моему лучше в более хороших условиях я по моему не не выступал уже очень давно это отметили и многочисленные тюменские шахматисты то есть которые участвуют и в этапах кубка россии детских кубков россии взрослых и в финалах россии и даже на чемпионате мира в самарканде то есть участники оттуда отмечали что и условия и организация просто в разы лучше ну вот опять с этой фоткой со всеми прощаемся всем спасибо спасибо